Добрый вечер, глубоко уважаемые коллеги. Позвольте предоставить вашему вниманию доклад на тему эндоскопического лечения ранней формы хирургического лечения рака пищевода. Ну, ни для кого не секрет, что в России рак пищевода занимает довольно большую когорту людей от всех онкологических заболеваний. За 2016 год зарегистрировано 7 566 больных раком пищевода. Детальность на первом году с момента установления диагноза составила около 60%. И, к сожалению, на первых стадиях рака пищевода это заболевание отмечено всего лишь 6% больных. Ну, к чему это ведет? К тому, что 60-70% пациентов умирают в течение первого года. Единственное, что может предотвратить эти печальные цифры, это ранняя диагностика этого заболевания. Что касается ранней диагностики рака пищевода, это всегда проблема. Почему? Не только из-за того, что у нас недостаточное оснащение стационаров, не только из-за того, что большинство ранних форм имеет плоскую форму, ее очень сложно найти, и зачастую раки пищевода принимают за любые другие нозологические формы, как правило, воспалительного характера. Это всегда проблема. Если внимательно осматривать пищевод, то диагностика раннего рака пищевода не представляет никаких проблем, потому что есть очень четкие классификации, отражающие даже глубину инвазии этой опухоли, основываясь на рисунке капиллярных сетей сосудов пищевода. Если посмотреть на данный рисунок, эндоскопически мы можем верифицировать рак пищевода не только как нозологическую форму плоскоклеточного рака, но и глубину инвазии еще до получения гистологической послеоперационной верификации, соответственно, понимая, что мы можем пролечить эндоскопически, а что нам нужно уже отдать хирургам, лучевым и химиотерапевтам. Также нам в этом помогает не только наше стандартное освещение в белом свете, узкоспектральный режим, но и хромоскопии. То есть для чего я вставила этот слайд? Для того, чтобы, если вдруг нас смотрят не только хирурги, но и эндоскописты, мы понимали, что плохое оборудование старой эндоскопы – это еще не то, что может нас, так сказать, обедить в том, что мы находим так мало ранних форм рака пищевода. Всегда можно использовать для плоскоклечного рака хромоскопию с 2% раствором люголи. Всегда видно очень четко опухоли. С предыдущего слайда, да? Чтобы запустилось видео. Ну вот очень много таких ситуаций, когда опухоли пищевода присылают нам как направительный диагноз изофагита. У нас пациентка год лечилась от изофагита, ей ни разу не взяли биопсию. И когда через год доктор, так, видимо, подумал о том, что, наверное, изофагит в средней трети пищевода без рефлексу должен как-то пройти, они взяли гистологию, получили оттуда плоскоклеточный рак. Если посмотреть в узкоспектральном режиме, то очень четко видно отграничивающую линию, демаркационную так называемую линию, нарушенный микрососудистый рисунок, который позволяет нам отметить, что по периферии это опухоль, это хайгридисплазия, а в центре вот этот экзофитный участок, это внутрислизистая аденокарцинома. Что касается пищевода Баррета, тут, честно говоря, для эндоскопистов еще легче и сложнее одновременно. Нет каких-то общепринятых классификаций по диагностике и дифференциальной диагностики карцинома от воспалительных заболеваний. Но мы всегда оцениваем и основываемся на архитектонику микрососудистого рисунка. Если внимательно смотреть пациентов с пищеводом Баррета, у которых, скажем так, уже есть какие-то предикторы, всегда видно, что очень четкая демаркационная линия, нарушенный микрососудистый рисунок. Соответственно, это позволяет нам заподозрить карциному, взять оттуда гистологию, верифицировать ее, сделать эндозии и понять, может быть, мы можем пролечить это эндоскопически. Эндоскопические критерии раннего рака пищевода карцинома Баррета – это исчезновение рельефа слизистой оболочки, нерегулярный сосудистый рисунок и четкая демаркационная линия. Кроме того, есть старинка наша – это хромоскопия с использованием 1,5% раствора уксанной кислоты. Тоже очень четко видно, где нормальный эпителий замещен уже измененным. Что же мы можем лечить эндоскопически? Эндоскопически мы можем лечить внутрислистые карциномы и карциномы с глубиной инвазии в подслистый слой не более 200 микрон. Все это основывается, естественно, на рисках регионарного и отдаленного метастазирования. Низкие риски регионарного и отдаленного метастазирования позволяют нам лечить этих пациентов радикально эндоскопически. В нашем институте уже давно есть такой создавшийся алгоритм обследования пациентов, который мы находим или нам присылают как эпителиальное новообразование. Мы верифицируем его как злокачественное, выполняем компьютерную томографию грудной и брюшной полости. Если мы видим, что опухоль не выходит за пределы стенки органа, то этому пациенту показано эндоскопически как уточняющий метод диагностики. Если мы верифицируем, что эта опухоль поражает только слизистый слой или подслизистую его основу, то мы выполняем эндоскопическую диссекцию подслизистым слоем и удаляем эту опухоль эндоскопически. Есть несколько способов удаления эндоскопическим путем ранних раков пищевода. Это, скажем так, эндоскопическая резекция слизистой, так называемая колпачковая резекция, эндоскопическая диссекция подслизистым слоем. Но ввиду того, что эндоскопическая резекция слизистой не всегда позволяет одолеть препарат единым блоком, а значит отстодировать его мархологически совершенно точно, мы всегда выполняем эндоскопическую диссекцию подслизистым слоем, независимо от размера образования. я пролистал назад что же это за такой зверь скопическая диссекция последствиям слоя очень красивая операция особенно в пищеводе потому что всегда очень четко видно опухоли мы оставим метки по наружному контуру отступая не менее 5 миллиметров затем последствий слой вводим инъекцию скажем так лифтингового раствора выполняем циркулярный разрез это наиболее трудоемкий этап операции в пищеводе потому что всегда мало места всегда очень узко и циркулярный разрез в при выполнении эндоскопической диссекции в пищеводе это такие 70 процентов успеха если сделан циркулярный разрез то дальше все должно пойти хорошо после выполнения диссекции циркулярные циркулярные линии мы выполняем сам этап диссекции пищеводе очень хорошо выражен под слизистый слой он всегда очень хорошо приподнимается его всегда очень видно там видно сосуды это очень благодарная опухоль для того чтобы выполнять эндоскопические операции основываясь например на опыте выполнения скопических операций других локализациях после того как выполнена скопическая диссекция препарат отсекается извлекается для гистологического исследования а после операционной дефект осматривается на предмет перфорации и кровотечения без чего нельзя делать ну то есть диагностику можно делать в принципе на всем и нужно делать на всем а вот лечение эндоскопическое лечение рака раннего рака пищевода это прерогатива крупных центров которые могут себе позволить хорошие эндоскопические стойки инсуфляторы co2 помпы для отмывания после операционного и операционного поля это очень важно кроме того это естественно электроблок и это наличие так называемой расходки что всегда проблема в региональных центрах мы сталкиваемся с этим слава богу мы имеем такую возможность выполнять такие операции для морфологической оценки опухоли обязательно фиксируется по периферии для того чтобы не было ложного положительного горизонтального вертикального края морфологи нарезают ее с шагом не более двух микрон если опухоль имеет циркулярные если опухоль циркулярные мы ее циркулярные лекли соответственно и точно также должны фиксировать после того как мы удалили опухоли мы должны понимать удалили мы ее радикально или не радикально на этот вопрос нам могут ответить естественно только гистологи в нашем морфологическом заключении должно звучать тип аденокарциномы глубина инвазии если это инвазии в последний слой обязательно должны быть отражены микроны потому что то что больше 200 микрон это слишком большие риски регионального метастазирования в последующем также лимфоваскулярная инвазии и положительные или отрицательные горизонтальные вертикальные края но нами с 11 по 17 я не исправил по 17 год был выполнен 44 эндоскопические диссекции в подслесистом слое по поводу плоскоклеточного рака 31 и по поводу аденокарцинома 13 радикально r0 резекция была выполнена 26 слоя нет 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 это видимо у меня вставила смотрю презентацию радикальная скопическая диссекция была выполнена всем пациентам r0 у двух пациентов мы не уложились глубину инвазии она была более 200 микрон по подслесистым условия все эти пациенты ушли на на чего и хирургическое лечение перфорации у нас не случились ни в одном из случаях отсроченные кровотечения были отмечены у одного пациента после скопической диссекции самое грозное осложнение этой структуры они стручились у шести пациентов вот так вот они выглядят очень грозно это через шесть недель после эндоскопической диссекции циркулярной опухоли и через полгода сеансов регулярных бужирование баллонной дилитации то есть мы возвращаем человек к исходному уровню просвета пищевода и соответственно радикально пролечиваем органо сохраняющие операции после операционном периоде у нас есть стандартная схема обследования этих пациентов первый год они делают гастроскопии каждые три месяца каждые полгода компьютерной томографии второй год каждые шесть месяцев и изофагоскопии компьютерной томографии в течение первых от двух до трех до пяти лет мы делаем гастроскопии компьютерной томографии каждый год ну что я хочу сказать используем нами эндоскопические операции являются эффективными безопасными обоснованность онкологической точки зрения методами лечения новообразования малоинвазивные эндоскопические операции значительно снижают затраты на лечение сроки пребывания пациента в стационаре. У нас средний послеоперационный койка и день составил 7 дней, способствует быстрой реабилитации и улучшению качества жизни больных в послеоперационном периоде. Наиболее важным в эндоскопическом лечении раннего рака пищевода является адекватный отбор пациентов. И подобные вмешательства, мы считаем, должны выполняться в многопрофильных стационарах, где возможны тонкие взаимодействия хирургической службы, эндоскопии и морфологии. Это что касается моей первой части доклада по поводу эндоскопического лечения рака пищевода. А теперь вернемся ко второй части. Это эндоскопическое лечение осложнений хирургического лечения рака пищевода. Но это такие самые интересные моменты, мне кажется, потому что так послушать доклады тракальных хирургов, осложнений нет вообще ни у кого. Ну, так случилось, что у некоторых как-то случаются несостоятельности. Это, наверное, самое частое то, с чем мы встречаемся в своей практике. И в послеоперационном периоде это структуры анастомоза. Случаются эти осложнения в 5 до 30 случаев по данным литературных источников. Причем так интересно, я вот сегодня поднимала только свежую литературу. По поводу несостоятельности все так очень правдиво пишут, привозят свои данные. По поводу структуры не пишет никто. Такое ощущение, как будто такого осложнения не существует. Но, тем не менее, оно есть. Как мы можем эндоскопически справляться с ними? Ну, во-первых, это стентирование несостоятельности. На данном слайде представлен на левой картинке изофага гастро-анастомоз. По правой стенке... А как включить фонарик? Вот так, да? Вот это зона несостоятельности. Это вид уже из просвета стента, который мы установили в зону несостоятельности. И вот так вот это выглядит через 2 недели после стентирования. Ну, почему это такой очень, скажем так, дискутабельный вопрос решения... Вопрос о несостоятельностях после изофага, гоктомии и резекции пищевода? Это то, что стенты, которые ставятся в данные... По поводу данных осложнений, должны быть частично покрытыми. А частично покрытый стент – это всегда риск грануляции после... В зоне, в непокрытой части стента. Вот здесь вот. У этой пациентки он не случился, слава богу, но у нас были моменты, когда это был грануляционный стеноз. То есть мы, грубо говоря, решаем проблему здесь и сейчас, и действительно мы закрываем несостоятельности, но создаем проблему человеку в отдаленном послеоперационном периоде. Это такая мера выхода, наверное, крайне дискутабельная. Что мы еще можем предложить хирургам? Если это свежая несостоятельность, то, в принципе, можно пытаться клипировать. У нас было несколько случаев вот такого решения проблемы. Это пациент первые сутки после резекции пищевода с пластиковым желудочным стеблем. У него развалился киль желудка. Мы заклипировали, клипсы держались, и действительно пациент прошел без осложнений дальше. Чем мы пользуемся рутинно? То, что, в принципе, может исполнить, наверное, каждый стационар, который имеет таракальное отделение, эндоскопическое отделение, это установка ВАК-системы. Очень трудоемкая манипуляция для эндоскопистов, потому что ВАК-системы эти должны устанавливаться каждые три дня новые. Это всегда сопряжено с тем, что пациенту это надо делать всегда под нутруенной седацией, потому что это варварский метод, если это делать без нее. Это каждые три дня у тебя один и тот же пациент. Но очень благодарна. Посмотрите дефект, который был в анастомозе, как он выглядел через месяц. И вот это его контроль. Вот здесь вот эта зона, вся зона несостоятельности полностью закрытая. То есть, ну такие, как сказать, из подручных средств вещи, которые могут делаться и которые сейчас очень практикуются не в России. Что касается послеоперационных осложнений в отдаленном периоде, это, естественно, структура. Очень много разных способов формирования и наложения изофага гастро, изофага энтероаностомозов, ретрострональный анастомоз. Всегда думаешь о том, что так, у пациента ретрострональный анастомоз. Придет он тебе через месяц с структурой или не придет? Всегда такой тонкий вопрос. Ну вот данный пациент пришел со структурой. Причем вот то, что вы видите, это даже не анастомоз. Вот его анастомоз, заросший рубцовой тканью. Мы разбужировали его. Сейчас он проходит сеансы бужирования. И, как сказать, это трудоемкий процесс, но он выполнимый. То есть люди приходят к тому, что у нас просвет удовлетворяет для осмотра их, для питания, и, собственно говоря, мы с миром расходимся. Также сеансы баллона интеллектации. Но я говорю, что если говорить о решении вопроса не вот в нашем центре, а вообще где-то на периферии, наверное, баллонная интеллектация – это такой очень затратный метод расширения анастомозов, потому что, ну, расходка, во-первых, дорогая, во-вторых, это нужно иметь определенный навык. Мы сталкиваемся с тем, что люди из регионов приезжают, говорят, а у нас они делают такую процедуру. Бужирование в этом смысле так более общий метод. Ну, вы знаете, я вообще, честно говоря, хотела после этого раздела тоже сделать какие-то выводы, но так как у нас заседание кулуарное, мы тут все друг друга знаем, у меня, честно говоря, такой посыл один. Невозможно решать вопросы без комплаенса, невозможно решать вопросы без обсуждения. И очень часто это такой устоявшийся, скажем так, устоявшийся догма, что первые там несколько суток после операции не надо дуть анастомоз, не надо залезать туда эндоскопом, и все развалится. Но по опыту своему небольшому, хорошие анастомозы, которые хорошо наложены и которые не имеют проблем, не разваливаются. А те, которые имеют изначально какие-то проблемы, они в любом случае придут к эндоскописту. Какая разница через там на вторые, на третьи сутки или через неделю. Но гораздо легче бороться с осложнениями, когда ты их хватаешь, грубо говоря, за хвост, а не решаешь то, что решить не всегда в твоих силах. Поэтому я за комплаенс, давайте общаться, и анастомозкопист вам всегда в помощь. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, как мы построим? Мы все-таки дискуссию или пока свежие вопросы, может быть, мы зададим? Как? Да, пожалуйста. Спасибо большое за вопрос. Я дополню, и всегда ли можно поставить стенд? Не всегда можно поставить стенд. Далеко не всегда. Но если эта возможность есть, если ты видишь несостоятельность, с которой ты понимаешь, что совершенно спокойно можешь стентировать и закрыть стендом, почему этого не сделать? Стентирование – это всегда проблема несостоятельности желудочного стебля, потому что желудочный стебль широкий, стенд, соответственно, раскрывается по минимальному диаметру изофага гастро-анастомоза, например, и зона несостоятельности остается незакрытой. В этой ситуации стенд, конечно, ставить абсолютно бессмысленно. Если ты видишь несостоятельность в самой зоне анастомоза, особенно это касается изофага энтера анастомоза, если есть стенд, есть возможность, почему бы этого не сделать? По поводу удаления – это вопрос такой крайне дискутабельный. Никаких гайдлайнов на эту тему у нас нет, никаких рекомендаций у нас четких тоже нет по суткам. Но мы понимаем, что если к нам человек пришел через месяц, и этот стенд стоит, и все нормально, я считаю, что нужно его извлекать, потому что я говорю, что если этот стенд частично покрытый, он всегда в 90% случаев вызывает проблемы грануляционных стенозов. Пациента радикально пролечили, пациента вытянули из его осложнений, ему нужно как-то дальше жить, соответственно, этот стенд нужно извлекать. Это проблема, большая проблема, потому что извлекаются они не всегда очень легко, это всегда операционно, это всегда ты готовишься к тому, что эту зону нужно обрабатывать или аргоном, или петлю удалять эти грануляции. Это сложно, но я считаю, что через месяц и вполне можно уже удалять. На первые или вторые сутки видим несостоятельность, и можем сразу стентировать? Если у вас нет другого выбора, например, установки в АК-систему, то почему нет? Но в вашей практике не было такого, что после установления стента зона несостоятельности расширяется? Она под стентом, она закрыта им, даже если вдруг она расширяется, она всё равно закрыта. Ну здесь тоже я... Это дискутабельный вопрос, я говорю, что тут никогда хирург и эндоскопист не придёт. Позвольте включиться в дискуссию, там если на первые-вторые сутки вообще нужно ставить вопрос о разобщении, по большому счёту, пищеводно-желудочного настомоза, подумать во всяком случае. Но если это микро-какая-нибудь несостоятельность, в которой есть желание, скажем, помочь при помощи эндоскопистов, наверное, и есть, скажем, какие-то надежды на то, что эта несостоятельность закроется, может быть, это очень часто это вообще клинически никак не проявляющаяся несостоятельность. Это уже второй или третий вопрос. А вообще, конечно, если стенд... Это тоже очень узкие показания к установлению стента при несостоятельности, потому что, например, при анастомозе на шее это уже проблема. При высоких анастомозах это тоже проблема. То есть там не только размером зависит, не только сроками, но и высотой локализации анастомоза, формой формирования анастомоза, то есть аппаратной или ручной шок. И того, где несостоятельность возникла, потому что это же не только изофага, а гастро и изофага. Да, так что вопросов очень много. И тут для этого мы и собираемся, чтобы, в принципе, хоть что-то и в ответов не появляется. Самое интересное, что ответов, несмотря на то, что сколько мы не общаемся на эту тему, ответов конкретных не появляется уже десятки лет. И поэтому на какие сроки, в каких случаях? Ну, то, что мы имеем такую возможность эндоскопической поддержки, это, конечно, и диагностики, это очень хорошая поддержка. Понимаете, что это очень серьезный шаг. Сейчас давайте мы по эндоскопическому лечению решим, ответим на вопрос. Нет, я имею в виду, где эта грань. Вот мы видим несостоятельность. Это просто практический вопрос, поверьте, для меня. Поэтому где эта грань? Ведь разница между стентированием и разобщением огромна. Ну, могу сказать так. Если у вас сформирован анастомоз на шее, и вы получили несостоятельность, просто раскройте края швов раны. И не нужно ничего разобщать. У вас будет просто слюной свищ. Нет, а для стентирования? Если мы опять же говорим о анастомозе на шее, то, к сожалению, это не предмет для стентирования. Для внутригрудных анастомозов несостоятельность – это практически синоним смерти. Поэтому если вы увидели несостоятельность, и это не микро, а уже клинически значимо, чем раньше, тем лучше. Вот ощущение такое. Ну, и то вы не гарантированы от успеха, если уже запущен механизм с сожалением. Вы знаете все. Ну, понятно. Спасибо. Еще какие вопросы к Марине Валерьевне? Да, Николай Федорович Кротов. Учитывая принципы ведения гнойных ран, обязательно нужно дренирование. Вот недостаток стентирования и клипирования, что мы создаем замкнутую полость. Вы считаете, можно ли осуществить эти две методики, не имея пара транспл... Да, да. Контроля, контроля, контроля над этим затеком, да. Над этим затеком, потому что вакуум, который мы ставим, он одновременно выполняет роль дренирования. И в литературе вот это основной недостаток этих методиков. Пробовали ли вы без дренажа и чем это закончилось? Спасибо, Николай Федорович Кротов за вопрос, но я могу сказать, что и вакуум поставить не всегда возможно. Например, если это эзофага энтероаностомоза низкий, поставить туда адекватного размера губку не всегда представляется возможным. Да, это шикарный метод. Он 90% успеха, но вот есть 10%, которые дискутабельны. Это раз. А во-вторых, да, у нас был опыт установления стендов несостоятельности и клипирования несостоятельности, но это ранние несостоятельности. Вот у нас с Николаем Федоровичем был опыт клипирования пациента, по-моему, это были первые сутки, да, после наложения аностомоза. Прекрасный человек нам приходит на контроль, все хорошо, своими ногами, вот уже через два года. Значит, все-таки какая-то узкая, но... А он уже был... Нет, ну это... Дренаж... Да, понятно, понятно, что если дренаж уже стоит, откуда и диагноз-то появился. По дренажу диагноз появился. И тогда действительно выполнено эндоскопическое клипирование. Могу сказать даже больше, тому пациенту еще торкоскопически мы ушили тот дефект, дополнили. Поэтому это тоже... Ну это уже я вечером делаю, но следующее дело. Да. Хорошо. Какие вопросы еще к Марине Геннадьевне? Пожалуйста. Сейчас давайте так. Представляйтесь сразу. Бабич Александр Игилевич, скажите, пожалуйста, значит, сказали, что если хорошо у нас там остроировано, все хорошо, плохо, так развалится и так. Так. Оцениваете ли вы во время операции аппаратный анастомоз и ручный? Вот непосредственно после формирования анастомоза выполняете ФГДС или нет? Евгений Владимирович. Значит, выполняется, так скажем, мы выполняем контроль герметичности анастомоза. Но я бы не стал терминологией пользоваться хорошо, наложен анастомоз или плохо. Это зависит не от хирургических аспектов, скорее всего, от других факторов. Другие факторы вмешиваются в эту ситуацию тоже. Кровоснабжение, поэтому несостоятельность на 4-6 сутки чаще всего, а то и на 11 сутки возникает. Тут уже не хирургические проблемы. Да, это не всегда зависит. Я думаю, что это не всегда... А если стандартный аппаратный шов, как можно его плохо наложить? Я не понимаю, как его можно... Стандартный аппаратный шов циркулярный, он стандартный. Согласны вы? Абсолютно нет. Так я использовал... А, поправить. Нет, я процитировал коллегу, которая только что... Нет, мы не контролируем его. Хорошо сформировано, но это контролирует эндоскопически. Насколько хорошо сформировано, это... Мы в одной команде работаем, поэтому, может быть, это просто не совсем корректно, и прочувствовали только хирурги, поверьте. Нет, нет. То есть, получается, всем пациентам, независимо от того, ручной у нас там, если аппаратный, после завершения операции, эзофакокопия? Ну, это... И, тем не менее, никто не гарантирует, что эта манипуляция увеличивает, да? Увеличивает, скажем, шансы, что это будет без осложнений. Спасибо. Да. Так, еще вопросы? Да. Николай Федорович. В первой половине доклада, какая, на Ваш взгляд, возможная максимальная объем удаления... Слизистая, да? Подлиннику? Слизистая, да? Максимальная возможная объема. Подлиннику или как? Это и продолжение этого вопроса. А какая стандартная клиническая картина у больных с массивным удалением слизистой? Дисфагии или что? То есть, чего не должен бояться врач, который наблюдает этого больного? Спасибо за вопрос. Я могу сказать, что, ну, наверное, максимально опухоли по протяженности, которую мы удаляли, ну, сантиметров, наверное, 6-6,5 сел. Вот так, несложно сказать, но где-то так. Это максимально. По поводу потом послеоперационных проблем. Если у нас сохраняется хотя бы узкая полоска слизистой пищеводия, которая не поражена опухолью циркулярно, то эти пациенты, как правило, текут без дисфагии и без стриктуры выраженной. Если мы удаляем опухоль циркулярно, то тут 100% этот пациент придет с рубцовой стиктурой. Зная это, мы пытаемся как-то это минимизировать и начать с этим бороться раньше, чем это будет уже сильной выраженной проблемой. У нас вот последняя была диссекция в пищеводе циркулярная. Мы ее посмотрели первый раз через две недели, и через две недели после операции уже первый раз раздилетировали. Клинически пациентка еще не жаловалась на дисфагию абсолютно, но по эндоскопической картине там просвет 5 миллиметров. То есть, грубо говоря, еще неделя-две недели, и она бы застанализировалась в ноль, и это стало бы проблемой. Поэтому эти пациенты есть, мы их дилетируем. Мы предпочитаем баллонную дилетацию, потому что визуально можем проконтролировать во время исследования этот процесс, потому что две недели – это еще язва под фибрином, это всегда риски перфорации, безусловно. Поэтому берем минимальный диаметр баллона для пищевода, и потом расширяем, расширяем, расширяем его до того момента, пока клинически и эндоскопически, и пациенту комфортно, и мы понимаем, что мы можем его отпустить, скажем так. В почти тотальном удалении слизистой. Вот я не совсем представляю, как себя ведет этот пищевод с полным удалением слизистой. Тотальным поражением пищевода. Практически чулком снимается вся, извините за такое выражение. Да, есть, но вот я говорю, что у нас максимально по длиннику, и если говорить о циркулярных опухолях, это было, наверное, сантиметров 7, это максимально. На мой взгляд, стандартный баллон для дилетации потом, длина его 8 сантиметров. Тут же нужно понимать, что если это протяженное поражение по одной и по двум стенкам, то абсолютно без разницы, какой оно по протяженности. Абсолютно. Потому что всегда есть соседняя стенка, которая берет на себя этот объем. По диаметру. Если это циркулярные поражения, то мне кажется логичнее думать о том, что ты будешь делать с этим дальше. Потому что, безусловно, все эти рубцы, они, конечно, сокращаются. То есть если мы удалили 8-сантиметровый опухоль, это превратится в 6-5-сантиметровый по протяженности рубец. Но баллон, который мы можем разделетировать, 80 сантиметров по длине. Мне кажется, это, наверное, золотая середина и тот максимум, который эндоскопист может себе позволить. Но потом тоже нужно понимать, что у нас 44 диссекции. Думаю, в статье приведены гораздо более обширный опыт и просто больше, скажем так, циркулярных резекций. Может быть, у них свои какие-то лайфхаки для этого. Пока мы к ним еще не пришли, ввиду того, что у нас нет достаточного объема таких операций. Поэтому, наверное, пока голословно, ссылаясь на свое мнение, наверное, нужно понимать, что ты будешь с этим пациентом делать дальше. Соответственно, наверное, сантиметров 8-10. Ну, безусловно. Потом тоже тут же нужно понимать. Мы говорим о реалиях, о статьях в зарубежных журналах и о реалиях России. Тут же нужно понимать, что я не представляю, что морфолог каждые 2 мм от устья до кардии. И тут же тоже вопрос инвазии, лимфоваскулярной инвазии и вопрос тогда радикальности лечения эндоскопического. Соответственно, тут так очень дискутабельно это все, очень тонко. Марина Валерьевна, вот поступил вопрос из Томска. На какие сутки рекомендуется выполнять эзофагоскопию после операции при отсутствии осложнений, по мнению хирурга, чтобы вовремя поймать несостоятельность? Ну, наверное, даже не ко мне это вопрос. Я так думаю, что это вопрос не к Марине Валерьевне. Может быть, тогда мы найдем, кому задать этот вопрос. Но еще обсудим, но чуть попозже, я думаю. Пожалуйста. Хорошо, еще вопросы есть? Пожалуйста, еще. Александр Геннадьевич. Скажите, пожалуйста, хотел узнать по поводу ВАК-системы при несостоятельности. Как осуществляется питание больных? Возможно ли вместе с ВАКом устанавливать тонкий силиконовый зонт для кормления? Или надо и инустому делать? Спасибо за вопрос. Безусловно, это зонт и параллельно в вакуум-системе. Ну, то есть никаких прорезий, ничего не образуется, да? Нет. Ага, спасибо. Ну, в принципе, если мы планируем или высокий риск несостоятельности, мы все-таки сформируем в первую очередь во время лапароскопии, лапаротомии, подвесную и юностому. Если высокий риск несостоятельности, и тогда пациент питается через энтеростому подвесную, и все эти манипуляции, связанные со сменой ВАК-системы и все остальное, но хотя возможности эндоскопические сейчас позволяют, они заводят зонт за трейц. Потом мы же можем не только зонт для питания установить, мы устанавливаем зонт для декомпрессии, то есть мы решаем эти вопросы, если нет юностому, то вполне спокойно они ведутся на зонде. Я думаю, что большинство у нас ведутся, в течение, думаю, большинство таких пациентов ведутся на зонтовом питании. Есть какие-то вопросы еще? Нет? Спасибо большое, Марина Валерьевна. Я могу поделиться с точки зрения хирурга своими ощущениями, когда, наверное, всякий хирург мечтает о ранних раках пищевода, чтобы прооперировать, и пациент жил долго и счастливо, и хирург бы относил успех этого лечения за счет своих манипуляционных возможностей. Но, к сожалению, этот час чаще всего обусловлено распространенностью изначальной. И я вспоминаю, когда еще я работал в другом месте, и не было возможности, и это же только сейчас нынешнее состояние дел, когда мы можем направить к эндоскопистам и выполнить последствия диссекцию. И я вспомню свои ощущения, когда я сделал торакотомию и не могу напальпировать опухоль, потому что опухоль действительно, наверное, была меньше 200 микрометров. Но вызвали эндоскопистов в операционную, указали верхнюю границу и нижнюю границу опухоли, непальпируемой опухоли, очень поверхностной. Но в раннем послеоперационном периоде у пациента инфаркт, и по всей вероятности причина, по которой он начал обследоваться, это была ишемическая болезнь сердца, а ему назначили ФГДС, и случайно выявили все-таки начальный рак пищевода. И, ухватившись за эту патологию, мы прооперировали пациента по поводу рака пищевода, пациент благополучно прошел через инфаркт в послеоперационном периоде, у него все было хорошо. И я к чему это говорю? Мы с удовольствием отдадим часть этой патологии, хирурги я имею в виду, отдадим часть этой патологии для эндоскопистов, но, конечно, в ожидании патоморфологического диагноза. Если диагноз больше 200 микрометров, толщина опухоли, это показания к повторному вмешательству, уже хирургическому вмешательству. И динамическое наблюдение в послеоперационном периоде обязательно с целью выявления, ну, всяко может быть, это может быть меньше 200 микрометров с минимальным шансом для регионарного метастазирования, но может быть и регионарное метастазирование. Тогда опять-таки показания уже к комбинированному лечению. Поэтому спасибо огромному, Марина Валерьевна. Если у кого-то возникли еще вопросы, я думаю, в конце нашего заседания мы сможем еще обсудить по этому поводу.